Активист из партии коммунистов-пацифистов Сергей Крупенько провел в Новосибирске одиночный пикет против блокировки Ютуба в России и за свободу интернета. Ранее партия подавала заявку на митинг против цензуры, однако мэрия Новосибирска его так и не согласовала. Поэтому Сережка был один. И сегодня мы видим, как власть в своих корыстных интересах ограничивает возможности миллионов россиян получать доступ к этой самой информации. Под предлогом внешнего воздействия, под предлогом, вы знаете прекрасно, неких фейков, которые распространяются в различных социальных сетях. Власть не хочет, чтобы оппозиционная, противная ей точка зрения звучала в эфире. Это не только точка зрения проукраинских сил или тех оппозиционеров, которые сбежали сегодня, уехали на Запад. Это точка зрения многих россиян, которые возмущаются тем, что происходит в стране, которые требуют от власти ответов на актуальные вопросы. Это вопросы касаются и специальной военной операции. Эти вопросы касаются и множества проблем. Вопросы-то есть, но ответов не дождетесь. Как же власть боится народную любовь? И как же народ боится власть? Так бы пришли массово, устроили бунт, так нет. Только один человек отдувается. Призываем граждан, призываем общественные организации, политические организации не молчать. Сегодня мы наблюдаем полнейший штиль на этой поляне. Люди боятся. Мы прекрасно понимаем, что люди просто боятся, высказывая свою точку зрения. Товарищи, не бойтесь. Как страшно жить в ГУЛАГе. Народ России, а вы больше молчите, и ваши дети все скоро будут рабами. Или уже ими есть. В Госдуме заявили, что Майнкрафт и Гарри Поттер не отвечают национальным интересам. Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов во время выступления на пленарном заседании заявил, что идеология детского отдыха в частных лагерях имеет сомнительные акценты. Активно поддерживаем начинание Министерства просвещения о создании единой системы воспитания в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также обучения и подготовки вожатых. Сейчас в основном в частных лагерях идеология детского отдыха имеет весьма сомнительные акценты. Развлечения в духе Майнкрафта или Гарри Поттера вряд ли есть тот содержательный контент, который отвечает нашим национальным интересам. Нам показалось, или он сказал Гарри Поттер. А что интересно соответствует вашим национальным интересам? Иванушка-дурачок или каша из топора? Почему вдруг Гарри Поттер имеет сомнительные акценты? В чем? А, точно! Как мы могли не догадаться! Гарри Поттер – это же литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. Джоан Роулинг из Великобритании. Великобритания помогает Украине и передает ракеты Storm Shadow. Честно, не удивляйтесь такой логической цепочки. Это весьма реально. На этом фоне следует активнее стимулировать развитие военно-патриотических смен и лагерей. В советское время каждый вожатый получал книгу о методах работ вожатого. Вот у меня в руках такая книга. 1982 год, почти 300 страниц, 100 тысяч экземпляров. Это настоящая настольная книга о вожатого. Открываешь и понимаешь, как ты должен работать. 1982 год. А зачем что-то за 24-й смотреть, читать, развиваться? Мы уже говорили о пионерах? Так вот, к этой книге плюс партия формы. Белые или голубые рубашки с пионерской символикой, синие юбки и брюки. Ремни светло-коричневого цвета с изображением пятиконечной звезды и пламени на бляшке, пионерские галстуки и значки. И вот так вот будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok